Друзья, короче, ситуация следующая. Я уже переместился из Карпат в дождливый Львов. И мы сейчас должны встретиться с папой. Мы тоже только с Карпат. Да? Красавчики. Давайте пять человек. Вот так вот. И ребята тоже с Карпат, вы сами слышали. Но этот Львов встретил так, дождем, знаете. Сейчас с папой должны встретиться возле отеля и пойдем кушать ребра. Ну, красивый город, такой старый. Ну, какой-то немолодежный, честно говоря, городочек. Друзья, сейчас со мной на связи в наушниках мой самый лучший друг. И вы знаете, кто это? Естественно, знаете. Потому что он всегда остается за кадром. Такой, как он, только один. И, в принципе, в пасхалке видео благодарности он присутствует. И там я обозначаю, что это именно он. Друзья, я сейчас спрятался за уголочком, потому что ветерок задувает, чтобы вам меня было слышно. Я стою тут, а он всегда вот тут, ребят, всегда вот тут. Поехали дальше. Видите? Магнус. Магнус, друзья. Добрый день, Саша. Я снимаю на камеру, потому что это какое-то чудо. Я только приехал во Львов, и мой второй друг уже звонит мне. Это самые верные друзья, которые попадают сразу же вот сюда, друзья. Когда ты появляешься на связи. Да, Саня? Вы не слышите его ответ, но я его всегда слышу. Друзья, ну вот я и дождался своего самого важного и главного друга. Это мой папа. Он приехал сюда на машине, а я приехал сюда на автобусе. И теперь мы пойдем гулять по Львову и хотим посетить ресторан Реберню. Под Арсеналом, да, называется. Там очень классные ребра делают. Ну и мы вам, может быть, покажем. А сейчас мы стоим возле такого вот места. Просто крыша, да, непонятно. Проложили уже маршрут и будем идти. Куда нам вообще? В парад. Тереги в парад. Друзья, вот такой вечерний Львов. Это считается центральная площадь. Называется площадь... Площадь? Какая? Свободы. Я не знаю. Свобода. Площадь Свободы, да. Тут такое гуляние было, когда мы сюда ехали. Вода была хорошая и много было людей, каких-то цветочков. Я не знаю. Недавно все поднималось. Может быть, другие улицы. Ладно, сейчас посмотрим. Это так классно. Это же моя мечта с папой вместе погулять. Мой сыночек. Мой сыночек имеет хорошие мечты. И я тоже с ним солидарен. Наверное, вам дует ветер, но... Смотри, видишь, тут немножко так... Вот мы тут гуляли, кстати, и тут было круто. Идем, идем, идем. Ну, рассказывай. Да, так слушай. Ну, может, не на дом на камеру, честно, пожалуйста. Друзья, мы уже подходим к этой известной рыберне. Тут, по идее, уже стоит очередь. А вы в очереди, да? И вот, пожалуйста, запах бы передать бы вам. Уже сразу вкусный. Да, пап? Друзья, в этот ресторан говорят всегда очередь. Это показалось правдой. Вот зашли за нами люди, перед нами люди. У вас двое. Вот иди, Класска, Маски. Менюшки только по QR-коду, потому что... Как их называют здесь? Ну, может быть, это из-за короны. Класска, вы двое, и вы двое прохали за мной. А Ладонид, иди, Класска. Класска, иди. Друзья, нам уже принесли ребрышки и маринованные овощи. Это две порции? Так, это две порции. Овощи? Овощи в две порции, мало. Это надевают? Да, это надевают. Зараз все думают. Добренько. Еще одну порцию. Вы же две сказали? Одно. Одно? Потому что ваше не поделали. Чили все хлебчики, хлебчики. Я имею на увазе хлебчики. Все, все. Не почув, то, естественно. То вам маринованные дают наоборот. Добре, пойдут нормальные. Все, будем кушать, друзья. Давай, посетите. Друзья, вот такие вот нам ребрышки принесли. Соус. Мы еще компотик взяли. Павлечка. Здравствуйте, сынка мой. Приятного тебе аппетита. Дякую, сынка мой. И тебе приятного. Смачного. Приятного, смачного, друзья. Мы находимся в сердце Украины. Это действительно в сердце Украины. Для меня это Карпаты, но для всех украинцев это еще и Львов. Потому что это действительно жемчужина наша. Вы сами все видели. Друзья, я кушаю, кушаю и не могу съесть эти ребра. Еще осталось вот столько. А вот уже горка и действительно наелся. Очень вкусное мясо тут классно готовят и обслуживание супер. Но есть очередь. Учтите это. Если будете сильно голодные, едите лучше в KFC. Как? Да, покушали как? Покушали отлично. Главное, что мы с сыном были вместе. Ребра это такое, наживное. Но ребра были тоже вкусные. Так что и ребра вкусные, и общение вкусное. Прикольный туалет такой, как фотостудия. Фух, действительно наелись очень хорошо. И уже выходим. Сейчас будем гулять по вечернему Львову с папой. Будем гулять по вечернему Львову? И погуляем. Мы с папой уже потихоньку решили переходить на украинский язык. Потому что это наш язык, правильно? Да, дело в том, что когда находишься во Львове, или в западной Украине, автоматически хочется переходить на украинский. Конечно. Это нормально. И даже там, где я отдыхал, владелица говорила, что если у нас тут говорят, что нет разницы, на каком языке говорить, так пусть весь мир на украинском разговаривает. Вот это вот Ночной Львов называется. Вы видите эти улочки? Тут и трамвай едет, и велосипедисты, и машины ездят. И какая-то система специальная с камерами построенная. Знаки. Там вообще какая-то башня. Я, честно говоря, не знаю, что за башня. Ты не знаешь, случайно? Наверное, радиоточка. Радиоточка. Типа как у нас в Киеве, Дорогожичи. Или телевизионная. Или телевизионная. Или как в Париже, например. Просто такая башня. А мы с папой просто. Папа масочку наделал. Устал немножко, друзья. А как тебе этот отдых на машине ездил? Подскажи. Запомнился лучше, чем запомнился? Я так хочу сказать такую вещь. Что еще раз убедился, что Украина очень красивая. Но надо стратегически всем в правительстве понимать, что нужно сделать дорогу. Потому что на машине хочется отдыхать, а не видишь то хорошо, то ловишь яму, то и объезжаешь ее. В общем, сейчас будет ненужный экстрим. Понятно? Поэтому с одной стороны классно, а с другой стороны все равно мешает яму. А мы потихоньку приближаемся вот к такому перекрестку. Друзья, посмотрите. Тут же не развернуться, не повернуться, наверное, в праздничные дни. Мне напоминает это Париж. Правда? А там такие... Смотрите. А мы их правили? Да, правильно. Правильно? Да, да. Смотрите, друзья. Львов. И вот тебе лев сидит еще. Такой дружочек. Я тебе такое видишь, он тебе закован. А мне тоже запомнился отдых. Дороги нормальные были, потому что я ездил на автобусе двухэтажно. Ну и как бы ямы глотало. Друзья, уже 10 часов вечера. Пап, сколько времени? 11 часов вечера. Мы с папой решили после ребер зайти попить кофе. Ну, это мы с папой можем такое придумать себе. Заказали папу же, да? Да. Расскажи, что это интересно. Здравствуйте, друзья. Будем пить каву в 11.15. Принесли уже нам кофе, тортик. Время 23.16. Благодаря современным технологиям мы можем разговаривать с мамой, находясь в другом городе в полдвенадцатого после чашечки кофе. Смотрите, каким образом. Ты моя украиночка. Мам, привет, передавай. Привет вам. Во Львов. Во Львов? Угу. И тебе привет со Львова. И... Вот, Алка, прикинь. Хочешь прикол? Да. Мы тут сели, а напротив такие стилы, лыки. И что? Ну, где-то из десяток таких красот. Мы думали, что это такое? Что они там сидят? Оказывается, сегодня был Мисс Львов. Конкурс. И они там, девчата, там сидят. Вот так. Ой, мы уже в комнате. Если вы прислушаетесь, то можно услышать, как звонят колокола. У нас вид из окна вот такой. Это считается центр Львова. Проспект Свобода, я вам уже рассказывал. А там на украинский кают майорит наш прапор. Наступил новый день. Вид из окна вот такой. На улице дождик. Был. Сейчас просто пасмурно. Сказать, что сегодня предстоит дорога обратно на Киев. Это примерно 6,5 часов. А с остановками может быть и 7. Ну, вообще по навигатору показывает 6 часов 7 минут. Но я думаю, это займет около 7 часов. Так что смотрите, может что-нибудь интересное еще встретится.